Всем привет, и сегодня я вам расскажу страшную историю, которая называется Щупальца. В связи с техническими проблемами совершена аварийная остановка. Просим всех оставаться на своих местах. Тим, ты тут? Ответь мне, как прочтёшь. Блин, ты опять что ли уснул? Замечательно. Голос из радиоприёмника. В поезд проник чужеродный объект. Внимание! Закройте свои купе и сидите тихо. Тим, господи, ответь сейчас же! Что опять? Что случилось? Где ты был, чёрт тебя подери? Я уже спать собрался. Ты время-то видела? Чёрт, просто тут такое происходит, мне очень страшно. Ого, в новостях только что сказали, что ваш рейс отменили. Ты не приедешь? Отменили рейс? Что? Ну мы почти приехали. А что у тебя происходит? Ты, кажется, была напугана. Поезд сделал аварийную остановку. Я не знаю, надолго ли это. Видимо, надолго раз ваш рейс отменили. И ещё кое-что. Что? Мне из тебя теперь все слова вытягивать? Голос из радиоприёмника сказал, что в поезде находится чужеродный объект. А что за объект? Ты сама видела? Нет. Сказали вообще запереться в своих купе и не шуметь. Но в коридоре периодически я слушаю шаги и встревоженные голоса людей. Ты одна в купе? Нет. Со мной был какой-то мужчина, мы не успели познакомиться. Он вышел примерно час назад и до сих пор не вернулся. Запри дверь, Мия. Вдруг с ним что-то уже случилось, и это действительно не шутки. Хорошо. Да как же так? Проблемы? Щеколда на двери. Её нет, понимаешь? Как это? Как будто её кто-то вырвал. То есть сейчас купе легко открывается? Легко. Только что попробовала. Что там снаружи? Тут очень темно. В коридоре выключили свет. Ничего не видно? Нет, я на что-то вязкое наступила. Тим, это похоже на кровь. Серьёзно? Весь коридор этим залит. Откуда это? Ты не слышала крики? Или звуки, похожие на борьбу? Нет. Зайди обратно в купе и попробуй забаррикадировать вход. Чем? С сумками, например. Не хватит. Тогда, может, пройдёшь первое купе? В каждом вагоне должны быть проводники. Узнаешь у них, что происходит. Мне страшно, Тим. Но надо попробовать. Пиши мне обо всём, что видишь. Не пропадай. Хорошо. Я выхожу из купе. Очень холодно. Мне кажется, что в коридоре кто-то окно открыл. Больше ничего странного не замечаешь? Все купе закрыты. Может, попробовать постучаться в одной из них? Так много людей было ещё несколько часов назад, а сейчас так тихо. Попробуй. Только сильно не шуми. Вроде кто-то шепчется за дверью. Но я не могу разобрать слов. Они не хотят тебя открывать? Думаю, они боятся. Ладно, пойду дальше. Я бы тоже не открыл. Вас же предупредили по радиоприёмнику. Да, но странно. Они смогли закрыть дверь, а я нет. Только моя дверь, похоже, оказалась без щеколды. Может, это тот мужчина, который ехал с тобой в купе, когда выходил и сломал? Я не слышала никакого шума. Ты нашла проводника? О, господи, Тим! Что? Впереди! Ну что там? Впереди открытое купе, и там... Оттуда свет и чёрт! Успокойся, сейчас же объясни мне, что происходит. Мия, что там? Щупальца из купе. Что? Не понял. Автозамена на телефоне сработала? Щупальца, Тим! Огромные щупальца! Я не верю. Ты шутишь? Вышли фото. Ошибка отправления. Пришло? Пишет ошибка отправления. Связь плохая. Что там за щупальца? Опиши мне, я вообще не понимаю. Несколько огромных конечностей торчат из купе и двигаются. Сейчас попробую подойти поближе. Будь осторожна. Кошмар! Внутри какое-то существо. Оно ест. Ест? Что? Человека! Кровь везде, боже мой! Он мёртвый! Кажется, существо меня почувствовало. Беги быстрее! Мия, где ты? Сейчас только дух переведу. Руки трясутся. Я заперлась в первом купе. Оно схватило меня за лодыжку, да я смогла вырваться. Мне так страшно. Господи! Ты нашла проводника? Тут очень темно и вроде никого нет. Холодно очень. Оглядись вокруг. Окно разбитое. Я вижу силуэт человека. Где этот человек? Видимо он пытался пробраться через окно, но застрял. Стекло разорвало ему живот. Он умер? Вроде бы. Хотя, стой. У него ноги шевелятся. Может тебе кажется? Нет. Чёрт. Дверь. Кто-то бьётся. Тим, это то существо. Что делать? Попробуй выбраться через окно. Но в окне человек. Как я его? Выхода нет. Надо пробовать. Быстрее, Мия. Он застрял. Боже, его тело застряло в стекле. Так, он ещё жив? Да. Когда я начинаю его тянуть, он стонет от боли. Жесть. Тим, его ноги... Ноги! Двигаются? Вместо ног щупальца. Как это? О боже, его голова развернулась на 90 градусов и смотрит сейчас на меня. Это невозможно. Изо рта у него торчат щупальца. О господи, он ещё живой, но это существо полностью в нём. Это уже не человек. Мия, беги оттуда. Чья кровь была в коридоре? В коридоре была кровь кондуктора. В момент проникновения существ в поезд, он хотел совершить обход по всем купе в своём вагоне и предупредить об опасности. Кондуктор пытался вырваться, он разбил стекло, попытался вылезти наружу, но застрял там. Что с Мией? Когда она пыталась вытащить кондуктора из окна, существо уже начало вживаться в её тело. Мия стала очередной жертвой существа с щупальцами. Где поезд? Поезд пропал, все люди в нём тейнственным образом исчезли. И давайте под этим видео наберём 10 тысяч лайков, и тогда выйдет следующая часть страшных историй. И с вами была я, Джейн Фокс, и всем... Спокойной ночи!